Привет, Ростов! Всю неделю мы наблюдали за жизнью большого города в соцсетях, и вот я, Юлия Карасюк, готова рассказать вам самые обсуждаемые и интересные новости, которые обрадовали, разозлили и заставили спорить ростовчан. Ну, начнем по порядку. Такого в наших краях не видели давно. Аномальный мартовский снегопад стал причиной половодия. Дон вышел из берегов рядом с Ростовом и затопил базу отдыха. Хорошо, что немного снега выпало, а так можно было бы и весь Ростов затопить, радуются в комментариях, а более подкованные добавляют. Таяние снега тут ни при чем. Это из-за низовки больше вода пошла, ветер с порывами сильными был, и снег тут особо не виноват. В любом случае, выглядело это очень эпично. Вместе со снегом, как обычно, растаяли некоторые дороги. Обстановка на дороге возле Кумжинской рощи. Полотно, как после бомбежки, пишет автолюбитель. Другие рекомендуют даже не ездить в ту сторону. А как же на работу добираться, пишет возмущенный и непрошенным советом. Отметилась в комментариях и городская администрация, пообещав включить проблемный участок в план ремонтных работ. Самая дерзкая кража минувших выходных случилась на авторынке на Малиновского. Мужчина украл три освежителя для авто по 350 рублей каждый. На видео момент кражи первого. Город должен знать своих героев, сообщает автор этих кадров. Воришка дождался, пока все отвернулся, сунул руку в коробку с освежителями и быстро переместил их в карман. Умело, сыгранно восхищаются каменным лицом мужчины в комментариях и добавляют. Странное поведение. Выглядит вроде бы же прилично. Дерзость просто зашкаливает, подытожили обсуждение, видавшие всякое ростовчане. Это все-таки случилось. 18 светофоров на легендарном перекрестке в Левенцовском заработали. Несколько лет они были героями мемов и просто стояли без дела. В тумане будет красотища, пишут романтики. А те, кто уже проехал по перекрестку, признаются, чуть голову не сломали, пока разобрались как-то и куда ехать. Наконец-то стало ясно, что появится на огороженной территории перед гостиницей на пересечении Нагибина-Ленина. Там все-таки возведут еще одно здание. Разрешение на строительство торгового центра уже есть. При этом власти обещают сохранить фонтан. Правда, уменьшив его в несколько раз. Не все, кстати, смогли разглядеть фонтан на эскизе. Ну, в описании написано чаша, а по факту блюдце. Кто-то волнуется за постояльцев гостиницы. Интересный вид будет из окон, особенно из первых трех-четырех этажей или их замуруют. Но на возмущение ростовчан, зачем так застраивать территорию, в комментариях ответили власти, мол, никаких оснований для отказа в строительстве не было. Таганрогский мотоциклист не смог обуздать свой транспорт на пешеходном переходе и неожиданно атаковал стоящие на светофоре машины. Благо, все закончилось нормально, сообщают очевидцы. И призывают мотоциклистов быть аккуратнее, ведь если бы поток машин двигался, исход мог стать совсем другим. С фасада дома 65-102 на Ворошиловском отвалилась штукатурка и разлетелась по тротуару до припаркованных машин. Хорошо, в этот момент никто не проходил, переживают очевидцы. А романтики в камнепаде нашли особый смысл. Ведь обломки похожи на сердечко, а значит, Амур хотел кого-нибудь подбить. А вот городской администрации совершенно не до романтики. Она сухо пообещала фасад отремонтировать. Витязь из фонтана на Красноармейской Буденовском куда-то пропал вместе со змеем и вот вернулся. Без него. Видимо, расправился с соперником где-то подальше от людских глаз. Скульптуру забрали на реконструкцию в январе, и вот обновленный богатырь снова красуется перед прохожими. И ни на кого больше внимания не распыляет. В комментариях начали обсуждать новый замысел скульптуры, ведь без змея картина полностью меняется. Змей уполз, а Витязь теперь с фонтаном сражается. Надо было ему тогда ключ гаечный в руку, а не меч, типа фонтан чинит. Хотя нашлись и поклонники нового решения. Змей побежден. И нечего всяким змеям памятники возводить. Компания, задача которой благоустройство города, загрязняет улицу Нансена, сообщают ростовчане. С территории этой компании на дорогу постоянно текут нечистоты. Вышестоящие инстанции просто обращения игнорируют. Они никогда в это место не приезжают и не чувствуют этого запаха. Кто-то вспомнил, там уже были проверки и никаких нарушений не выявили. А вот администрация города тут же пообещала найти виновного и оштрафовать. Врагов в Ростове лучше не заводить. И вот очередное этому доказательство. Какой-то недруг облил машину химией, которая полностью уничтожила лакокрасочное покрытие. Делится своей болью владелица машины. Ей отвечают, лютой местью пахнет, вряд ли бы кто-то так просто машину портил. И предполагают, это итог войны за парковку. А кто-то давит на жалость. В любой ситуации это не выход. Машина недорогая, а покраска будет, как 20% ее стоимости. День был настолько тяжелым, что не выдерживали даже кони. Лошадь на Пушкинской решила взбодриться, заглянув в ларек. Видимо, хотела заказать кофе. Интересно, как на это отреагировал продавец. Все-таки не каждый день увидишь в окошке такое лицо. Неожиданные гости в Левобережном парке. Там замечены крысы. Одна из них пыталась пробраться в ларек и что-то утащить, сообщает автор видео. Думаю, она бегала туда не раз и таскала остатки пищи. Тоже наблюдали эту неприятную картину, пишут в комментариях очевидцы. Но большинство удивительного в этом ничего не заметили. А где же обитать крысам, как не на улице? Тем более на этой неделе отмечали Международный день крыс. Могут в праздник и пошалить. И еще один праздник в ростовском зоопарке. Слонихи Синтия 18. И в честь такого события она получила большой праздничный торт. В нем и тыква, и бананы, и яблоки, и даже на закуску апельсин. Судя по реакции, подарок понравился. Именинница отличилась щедростью и дала попробовать другим фрукты. Совершеннолетние теперь шутят в сети. И поздравляют слониху со всеми вытекающими из этого возраста возможностями. Кажется, никто так в Ростове не радуется весне, как зебры. Их впервые после зимы выпустили из вольера на улицу. И полосатые явно долго копили энергию, потому что понеслись по кругу с невероятной скоростью. И даже лязгая друг друга не обращали на это внимания. Как же они соскучились по уличному вольеру, свежему воздуху и солнышку. Восхищаются ростовчане в комментариях. И добавляют, именно так выглядят красавицы в полосатых купальниках. А у меня на этом все. Очень жду ваши видео и фотографии с места событий. Отправляйте их через форму на сайте 1Rostov.tv и лучшее покажем в эфире. Пока! Субтитры подогнал «Симон»